Любое протестное проявление, особенно в наглядной агитации, нервирует нашего кремлевского промокашку. 13 сентября 2012 года в центре Москвы активисты оппозиции вывесили баннер «Смерть узурпатору Путину». Хмурая полиция появилась минут через 40, долго глазела на баннер, созванивалась с начальством и ждала то ли опергруппу, то ли группу захвата. Та появилась с автоматами наперевес и устремилась на крышу дома номер 7 по Садовой Триумфальной, где и висела страшная агитка. Аккурат, кстати, рядом с юридической академией. Как будущий юрист, вы скорее согласны или не согласны с тем, что написано вон на том баннере? Что именно письменно? Скорее не согласны. А почему? Смерть это очень жестокое. А со вторым словом? Ну, тоже, наверное, не согласна. Все-таки его выбрал народ. А вас как зовут? Маргарита. Маргарита. А вы на каком курсе учитесь? На втором. А вы хорошо знаете Конституцию России? Ну, достаточно. Вы в курсе, что человек не может баллотироваться на третий срок? Ну, произошло же изменение в законодательстве. Он не может баллотироваться... В Конституции произошло изменение? Нет, не в Конституции. Он не может баллотироваться подряд на третий срок. Был же перерыв. А вы знаете... А вы знаете о том, что трактовка этой статьи не допускается? Я не знаю. Зачем смерть узурпатору? Можно как-то по-другому написать. То есть слово смерть вас раздражает? Я вообще не представляю, почему надо писать смерть. Москвичи некровожадны. Слово смерть им не нравится. С другой стороны, большинство прохожих, отрицая слово узурпатор, отказалось говорить на камеру, мотивируя отказ возможным увольнением с работы. Воля ваша, но при демократии такого страха не бывает. Значит, все-таки диктатура налицо. Неприличный баннер провисел в центре Москвы около часа, что говорит, безусловно, о расторопности нашей доблестной полиции. Изрядно помучившись, полицейские вызвали гастарбайтеров, которые помогли избавить город от страшного баннера. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник ТВ.